Новости В случае нарушения требований можно, что называется, влететь в копеечку. Минимальный штраф за несоблюдение требований – 2000 рублей. То есть это будет административный штраф, либо предупреждение в зависимости от тяжести последствий. За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, хотелось бы отметить именно в условиях, в отношении гражданина штраф составляет от 2 до 4 тысяч рублей, в отношении должностного лица от 15 до 30 тысяч рублей, в отношении предпринимателя от 30 до 40, в отношении юридического лица от 200 до 400 тысяч рублей. А вот за границей лесов и сельхозугодий устраивать пикники с шашлыками можно и даже нужно. Но при этом необходимо соблюдать требования пожарной безопасности. По правилам разводить костер можно на расстоянии не менее 50 метров от зданий. Вокруг костра должна быть так называемая минерализованная полоса, которая не даст огню распространиться после его тушения. А если на улице ветер, разводить костер вовсе не рекомендуется. Если все условия соблюдены, можно смело жарить шашлыки. Но и здесь мер безопасности тоже не помешают. Роспотребнадзор рекомендует покупать мясо только в стационарных предприятиях торговли. Обратить внимание стоит на сопроводительные документы. При покупке охлажденного мяса обращайте внимание на его внешний вид и запах. Если от мяса хотя бы немного веет сыростью, химией или гнилью, от покупки стоит отказаться. Свежее охлажденное мясо сухое, но при этом глянцевое, чуть поблескивающее, равномерного цвета. Если вы решили купить в магазине замаринованный шашлык, не старайтесь выбирать его только по внешнему виду. Обязательно найдите дату изготовления. Производственный маринад может храниться не более недели. Эти элементарные правила помогут обеспечить идеальный отдых в майские праздники без неприятных последствий. И еще не забудьте купить спрей от насекомых. Субтитры создавал DimaTorzok